Алиса Родионова И жить фитнесом вместе Сегодня в программе Нестандартное использование стандартного тренажера Нашли лавочку, где есть отрицательный угол И делаем пресс Скорость и стратегия Бег на длинной дистанции Медленно начать, навязав соперникам свой стиль бега И быстро закончить А также горячий источник белка Острый суп-пюре из чечевицы Нетривиальный взгляд на мир Делает из человека, поэта или художника А нестандартный подход Использование спортивного оборудования Превращает новичка в фитнес-профи Итак, сегодня я вам покажу Нестандартное использование стандартного тренажера Всем известно упражнение Тяга в наклоне на спину Одно из самых основных упражнений Вы привыкли делать обычно его упором на скамье Когда у нас выгибается кисть И идет большая нагрузка на сустав кисти В данном случае здесь За счет того, что мы будем хвататься за поручень У нас не будет идти такой нагрузки Что очень удобно Плюс он находится выше, чем уровень скамьи Поэтому у вас и растянуть вы сможете максимально больше лопатку Итак, берем гантели с весом, который подходит вам Работаем комфортно на где-то 15 повторений 3-4 подхода Опорная рука у нас прямая Ни в коем случае не сгибаем локоть Она статична Чуть-чуть согнули колено Плечо не задираем вперед Оно опущено вниз На вдохе растянули лопатку И на выдохе максимально ее свели Скручиваем, да? Растянули Выдох Как и обещала, нестандартное использование стандартного тренажера Итак, зал, час пик, много народу Пресс покачать негде Не проблема Нашли лавочку, где есть отрицательный угол И делаем пресс Локти в стороны Подбородок прижат Поднимаемся И на выдохе скручиваем себя Дальше обратно опускаемся Но не ниже угла где-то 90 градусов Плюс-минус Выдох Растянули Выдох Делаем 3-4 подхода По 20 минимум повторений Для того, чтобы у вас был красивый пресс Но ведь одного упражнения на пресс недостаточно Поэтому я вам показываю второе упражнение на пресс В простонародье называется березка То есть мы отрываем наши ягодицы от лавочки Все довольно просто Беремся за ручку Держимся Ножки вместе Поднимаем на выдохе Только обратите внимание Угол Мы ноги не наклоняем Мы держим их ровно И опускаем не до конца Короткие такие движения На выдохе вверх Делаем 3-4 подхода По 20 повторений Итак, миллион спортивных советов для нестандартной тренировки Используйте скрытые возможности привычных тренажеров Так, например, тягу в наклоне на спину Можно выполнять с помощью поручня стойки для жимов Это увеличивает амплитуду и снимает нагрузку с кистевых суставов Используйте комфортный вес утяжеления Оптимальное количество повторений от 15 до 20 в каждом из 3-4 подходов Старайтесь соблюдать технику выполнения упражнений максимально точно Длиннее, чем спринтерские, но короче длинных Это средняя дистанция бега в легкой атлетике Компромисс в расстоянии, впрочем, не оборачивается компромиссом В требованиях к физическим качествам спортсменов Кто-то обладает спринтерскими возможностями Кто-то может похвастаться выносливостью Средние дистанции, а это в олимпийском формате 800, 1500 и 3000 метров Не только позволяют спортсмену проявить и те, и другие качества Но и требуют от него универсальности 800 метров полторашка стоят в себе, можно сказать, несчерпаемые ресурсы тем, что можно медленно начать, навязав соперникам свой стиль бега и быстро закончить Либо же наоборот, быстро начать, где-то там сбросить и внезапным финишем можно заставить соперника врасплох Главное, самому не попасться в стратегические ловушки, подготовленные для соперников Хотя именно подобные сюрпризы на дистанции делают этот вид спорта азартным Лидер в любой момент может оказаться в аутсайдерах Это такая дистанция волевых людей Волевых людей в плане том, что нужно частенько взять на себя вот эти вот обязательства Зная, что соперники ничуть тебя не слабее, что они такие же умные, что они такие же стратегии на дорожке И нужно взять в свои руки руководство бегом, стилем бега Конечно, принимать решения спортсмену приходится непосредственно во время забега Подстраиваясь под ситуацию на дорожке и действия соперников Но примерная стратегия поведения на дистанции продумывается заранее Предположим, чемпионат мира, где Марина Арзамасова стала победительницей Там мы продумывали где-то, наверное, месяца за два Каждый шаг Буквально продумывали каждый шаг, как она побежит в полуфинале Каждый шаг, как в финале В забеге это то же самое Потому что забеги решают все Насколько спортсмен себя твердо, четко проявил и заявил в предварительных забегах и в полуфиналах Настолько уже тоже к нему будут присматриваться, задуматься о его силе В беге на средние дистанции спортсмену необходимы взрывные скоростные качества Стоярская выносливость, сила и умение владеть своим телом Поэтому тренировочный процесс не ограничивается одним только бегом Мы очень большое внимание уделяем и силовой подготовке Причем силовая подготовка у нас включает и такую монотонную подготовку И монотонные приседы с собственным весом И монотонные подходы для прокачки пресса, для прокачки верхнего пояса Это обязательно Есть силовая, как у штангистов, такая вот на рывок, на силу, на хваты, нажимы Ой, очень много проводим времени в тренажерном зале В межсезонье в таком вот обязательно делаем всякие-всякие упражнения Вплоть до монотонных просто вот подъемов ног в спокойном режиме Для того, чтобы владеть своим телом, чтобы эта форма не уходила в межсезонье Это раз И во-вторых прыжковая работа, очень много прыжковой работы И вот в песочек короткие прыжки, и длинные, и в горку Таким образом, даже если спортсмен не станет призером соревнований мирового уровня Он получит гармоничное физическое развитие Превосходную форму, уверенность в себе Способность и в жизни, как и на дорожке, быть хорошим стратегом Чечевица – продукт диетический рекорд для растений, содержания белка и только сложные углеводы Восстанавливайте силы и запасайтесь энергией с помощью нашего кулинарного совета Красные и оранжевые сорта чечевицы являются прекрасным источником железа И помогают нормализовать работу нервной системы Они прекрасно подходят для приготовления супов-пюре Дополните чечевицу морковью, луком-пореем и томатным соком Получите сбалансированное, богатое белком, питательное блюдо Первым делом отвариваем чечевицу Для приготовления оранжевым сортам необходимо около 15 минут Так что вы успеете подготовить остальные ингредиенты Мелко нарезаем морковь, лук-порей и, чтобы добавить блюду пикантной остроты, зеленый перец чили Отправляем все овощи в кастрюлю с чечевицей и варим до готовности Затем вливаем в суп томатный сок, добавляем соль, доводим до кипения и снимаем с плиты Готовый суп из чечевицы с помощью блендера доводим до однородной консистенции А затем переливаем в суповую тарелку Добавляем листочки свежей кинзы или петрушки Сок лимона Пару колечек красного перца чили Немного тимьяна И по достоинству оцениваем результат Приятного аппетита! Начинайте с малого и достигните главного Отличной формы и чудесного настроения Миллион спортивных советов Проверьте каждый и воспользуйтесь лучшими Увидимся совсем скоро Субтитры сделал DimaTorzok